Сегодня мы поговорим о стружкоотсосах без привязки к брендам и без обзоров. Мне интересно поговорить, как устроены эти аппараты, как они работают и что происходит внутри с точки зрения физики и аэродинамики. Разберемся, как устроены вентиляторы и какой выбрать для DIY-щиков. Узнаем, по каким маршрутам движется пыль и применим все эти знания, чтобы улучшить нашу вытяжную установку. В моей мастерской трудятся две вытяжные установки. Они очень похожи и выполняют одну и ту же функцию. И несмотря на то, что они выпускаются под одним и тем же брендом, выполнены они на разных заводах и относятся к разной ценовой категории. В первую очередь я покупал вот этот аппарат. Он подразумевался как основной мастерской. И здесь я не экономил и взял самые топовые из линейки. Вот этот аппарат, он бюджетный, и я его уже брал, когда понял, что вот та маленькая вытяжка уже не справляется с моим станком с ЧПУ и со станками, которые появились вот с той противоположной стороны. Первое отличие, которое бросается в глаза, это разные фильтры. Но это сегодня не самое главное. На самом деле, самое важное и интересное отличие спрятано от наших глаз и находится внутри этих барабанов. И именно это отличие натолкнуло меня на идею сегодняшнего ролика. Да, действительно, вот там есть одна небольшая деталь, которая меняет вообще все. Но для того, чтобы понять, как она работает, нужно начать с самого начала. А именно с места, куда поступает воздух и наша стружка. Вам эта композиция ничего не напоминает? Вы когда-нибудь задумывались, как вообще вот эти штуковины работают? Не, ну там все понятно. Вентилятор крутится, стружка мутится. И вы будете абсолютно правы. Потому что вот эта вещь не что иное, как настоящий вентилятор. Но нам важно понимать саму физику процесса. И для этого давайте сейчас снимем вот эти вот кожухи. Кстати говоря, о технике безопасности при работе с такими установками. Все сводится к одной простой картинке. Что может быть красноречивее? Итак, перед вами два вентилятора. И они, как ни странно, вращаются. У нас сегодня полно времени, поэтому для общего понимания начнем с самого начала. Со школьной программы. Сегодня нас интересует всего два ключевых понятия. Первое из них это давление. Ведь именно давлением оперирует вытяжка для того, чтобы организовать всасывание. Всасывание – это процесс перетекания вещества из среды с высоким давлением в более низкое. Процесс снижения давления у воздуха называется разрежением. Его можно создавать искусственно. И один из самых популярных методов – это использование вентиляторов. Вентиляторы бывают разные. Есть радиальные, тангенциальные, осевые и даже безлопастные. Чаще всего мы встречаем осевые и радиальные. И их же чаще всего и путают. Осевые похожи на пропеллер. И поддувают на нас свежий ветерок в комнатных и канальных исполнениях. Оба наших пациента – это радиальные вентиляторы. Их лопасти расположены параллельно оси вращения. И создаваемый поток они раскидывают перпендикулярно оси вращения. То есть воздух у нас расходится по окружности в разные стороны от центра. В принципе, отсюда и название. У радиального вентилятора поток направлен по радиусу от центра вращения. А у осевого вентилятора поток направлен вдоль оси. Еще вот такие вот вентиляторы называются центробежными. И это не случайно. Центробежный. То есть убегающий от центра. Как и сила, которая возникает везде, где есть вращение. Центробежная сила сегодня нам еще пригодится. Поэтому давайте разберемся, откуда она берется. Масса – это мера инертности. И все физические тела, ей обладающие, сопротивляются изменению собственной скорости. Даже если она равно нулю. Это было мое вольное изложение первого закона Ньютона. Вот и тело, которое двигается по окружности, тоже стремится сохранить свою скорость. Но ей постоянно что-то мешает двигаться по прямой. Либо ее веревочка удерживает, либо какая-то внешняя круглая стена. И даже если линейная скорость нашего объекта сохраняется, то направление ее меняется в каждую секунду. А скорость у нас величина векторная, как мы помним. А любое изменение скорости за единицу времени – это не что иное, как ускорение. Да-да, то самое, из учебника физики. Центр стремительное. Потому что вектор изменения скорости как раз-таки направлен к центру. Итак, у нас есть масса, и у нас есть ускорение этой массы. А значит, по второму закону Ньютона должна быть еще и сила. И нет, это еще не центробежная сила. Это сила реакции опоры, ну или натяжения нити. А вот в противодействии ей возникает уравновешивающая сила, которая по третьему закону Ньютона равна ей по модулю, но противоположна по направлению. По сути, это фиктивная сила, она и называется центробежной. Слышь, профессор, проще давай. А ладно, центробежная, то есть бегущая от центра. Сила, которая возникает при вращении и стремящаяся от центра вращения смотаться. Убежать. Еще проще. Это из-за нее ты тогда не удержался на качельке. Понял. А тебе она вообще пол бы дала на токарном. Я все это к тому, что воздух тоже имеет массу, поэтому и на него распространяются все эти законы. Получается, что при движении вентилятора наши частицы будут стремиться удалиться от центра вращения. По краям их будет больше, чем в центре. И я думаю, что вы уже поняли, к чему я веду. В центре у нас получается разрежение, то есть пониженное давление, а по краям, наоборот, давление будет повышенным. Добавляем сюда спиральный корпус вентилятора, и вот уже наше повышенное давление устремляется по касательной наружу. В свою очередь в центр, где давление ниже атмосферного, будет поступать воздух из окружающей среды. Сюда мы подключим трубу аспирации. В основном то, о чем я сейчас рассказал, это статическое давление вентилятора. И наверняка кто-нибудь сейчас сидит в недоумении, ведь он всю жизнь думал, что вентилятор черпает воздух и разгоняет его лопатками. И будет абсолютно прав, ведь полное давление вентилятора складывается из двух составляющих, и статического, и динамического. Где динамика это не что иное, как воздушный скоростной напор. Я говорю упрощенно, но в сумме скоростной напор и статическое давление дают нам общее давление устройства. Это, кстати, уравнение Бернули. Тоже школьная программа. Одно из самых главных отличий радиальных вентиляторов это формы крыльчатки. Даже в моих двух разных стружкоотсосах крыльчатка выполнена по-разному. Также у них отличается и направление вращения крыльчатки. Здесь вентилятор крутится по часовой стрелке, здесь вращение происходит против часовой стрелки. Но одно у них неизменно общее. Это угол наклона лопаток. В обоих случаях лопатки загнуты назад. И от угла наклона как раз зависит тот самый скоростной напор, то есть доля динамики в потоке. В системах вентиляции в больших агрегатах, как и в моем стружкоотсосе, используются загнутые назад лопатки. Но они, как правило, имеют закрытый корпус, их больше по количеству и имеют немножко другую форму. За счет того, что лопатки загнуты назад, они имеют меньше динамики и поэтому гораздо более стабильны. Также в мощных установках это положительно влияет на КПД. Когда мы начинаем поворачивать лопасти вперед, начинает возрастать динамика. Вентилятор начинает дуть как не в себя, и его производительность тоже взлетает. Все бы ничего, но это влечет ряд проблем, связанных с падением КПД и узким диапазоном аэродинамических характеристик. Это означает, что при снижении производительности всей системы он очень быстро переходит в нестабильные режимы работы. Начинаются циклические отрывы потока на лопастях, что приводит к турбулентным явлениям и в итоге к большим вибрациям. Все это связано с упругими деформациями и в критических случаях может даже привести к разрушению. Поэтому такие вентиляторы чаще используют в миниатюрном исполнении. И поэтому, я думаю, вы уже поняли, что в случае со стружкоотсосами баланс динамики очень важен. Поэтому конструкция вентилятора сильно отличается. Мы в своих столярных мастерских гоняем воздух с твердыми примесями в виде пыли и стружки, а иногда даже полноценными сучками или обрезками материала с ЧПУ станков. Поэтому требования к лопастям вентилятора предъявляются особенные. Помимо прочих приколов, наши вытяжки работают еще и в системе с большими перепадами давления. Если в классической системе вентиляции перепадов давления практически не наблюдается, то при работе с аспирацией наше рабочее давление может периодически падать при перекрытии труб, подключении станков или при засорении нашего мешка-пульсборника. Все это влияет, конечно же, на работу вентилятора. И поэтому в таких вентиляторах все делается для того, чтобы минимизировать динамическое давление и свести работу вентилятора к нормальному статическому давлению. Наша система постоянно работает в неблагоприятных условиях. И поэтому при ее проектировании предусматривается все, чтобы избежать внештатные режимы работы, такие как аэродинамические срывы и упругие деформации. И для этого предусмотрен еще один важный момент, который я сейчас покажу. Я уже рассказывал, что у нас в центре и по краям создается довольно-таки сильный перепад давления. Здесь давление низкое, здесь высокое. И в классических системах вентиляции все делают для того, чтобы избежать перетекания воздуха из зоны с высоким давлением в зону низкого давления. Поэтому здесь минимизируют зазоры. Вот здесь вообще стараются не допускать зазоров, используют барабаны, а на входе используют коллектор, который перекрывает тот самый зазор. Не полностью, но его существенно минимизирует. В данных системах, наоборот, этого не избегают, а допускают. Здесь зазоры практически в толщину пальца, даже больше. Вот у меня спокойно здесь пролезает рука. Это означает, что в случае закупорки системы вращающийся винт не будет разрушать сам себя или перегружать двигатель, а воздух создаст внутри корпуса дополнительные потоки и высокое давление само собой будет сбрасываться на более низкое. Еще хочу сказать пару слов для наших уважаемых DIY-щиков, для тех, кто будет создавать систему аспирации на основе покупных улиток. Как вы уже поняли, ни в коем случае нельзя покупать обычные вентиляционные системы, которые работают в системе вентиляции воздуха. Я думаю, что я дал достаточно обоснований, почему нельзя это делать. Но и для вас есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начну, пожалуй, с хорошей. Вот такие вот вентиляторы можно купить отдельно и в классификации они проходят как пылевые вентиляторы. То есть пылевой вентилятор – это ваш тег в поисковой строке. Да и, в общем-то, вот эти вот две мои улитки, они как раз-таки и являются ничем иным, как пылевые вентиляторы. А плохая новость заключается в том, что сильно сэкономить, к сожалению, не получится. Я помониторил цены и выяснил, что схожие по характеристикам вентиляторы будут стоить ненамного дешевле, чем вся вот такая вытяжная установка целиком. Но дело ваше. Главное – ищите именно пылевой вентилятор. Кстати, стоит отметить еще один очень интересный момент. Так как у нас в воздух попадает вентилятор с твердыми примесями, а твердые примеси по умолчанию тяжелее, чем воздух, и имеют больше импульс, соответственно, центробежная сила у них больше. И они более активно по спиральному корпусу залетают в наш патрубок и, соответственно, попадают в сепаратор, о котором мы сейчас поговорим. Итак, что же у нас происходит дальше? Вентилятор забрасывает весь мусор вот в этот патрубок, который поступает у нас вот к этому устройству, которое называется никак иначе, как сепаратор. Именно он отделяет воздух от всех твердых примесей, то есть фильтрует его. Важный момент здесь – то, что патрубок подходит к корпусу покасательный, а это означает, что поток, который попадает внутрь сепаратора, начинает закручиваться. А где есть вращение, там есть и центробежная сила, помните? Вот и тут все твердые частицы прижимаются к стенкам и под действием гравитации спокойно сползают на дно пылесборника. Здесь центробежная сила снова создает разность давления, и весь вытесненный воздух устремляется в центр. Внизу он меняет свое направление, и возникает противоток. Таким образом, воздух поднимается вверх и выходит через фильтр. Ну и в принципе на этом все. Но есть одно но. Дело в том, что самая мелкая пыль ничуть не тяжелее воздуха, либо не способна сопротивляться его вязкому трению. Поток ее подхватывает и поднимает вверх, где она оседает на стенках фильтра. Фильтр забивается очень быстро, а при этом снижается производительность всей системы. Так, и что же делать, чтобы пыль не летела вверх? На самом деле, ее просто нужно накрыть крышкой. И вот мы пришли к тому, с чего начали. То, что есть вот здесь, и нету вот здесь. На самом деле, я уже рассказывал об этом два года назад в своем большом ролике про аспирацию в мастерской. В своих самодельных сепараторах я использовал похожую деталь, и там я назвал его разделитель потока. Вот он. Плоская деталь, по сути, тоже будет работать, но вот конус более эффективен благодаря своей форме. Но теория — это теория. Давайте посмотрим, что же все-таки будет на практике. Так вот, друзья, вы теперь поняли, чего не хватает вот в этой вытяжке. И я постараюсь сейчас это исправить. И давайте посмотрим, что из этого получится. В плоской развертке конус — это окружность, и нам нужно найти радиус этой окружности. Проще всего для этого замерить образующую конус, а она и будет искомым радиусом. Но для этого придется его снимать. Поэтому мне проще замерить диаметр основания конуса и его высоту, и по теореме Пифагора вычислить ту самую гипотенузу. Конус я решил сделать из листовой оцинковки. Я занимаюсь деревяшками, поэтому металлы у меня, конечно, не водятся. Но мастерская находится на территории завода, а здесь можно найти все. Пойдем на дело. Ладно, ладно, это была, конечно же, шутка. Мы здесь собираемся для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, и этот лист достался мне в дар. На этот раз металл я буду резать с помощью лобзика, потому что пускать искры в помещение мне совершенно не хочется. И сделаем еще пару интересных элементов. Давайте приступать. Сейчас по классике нужно найти центр. Я решил сделать конус чуть повыше и увеличил гипотенузу треугольника, поэтому делаю центр на расстоянии не 20, а 21 сантиметр. Чуть позже я расскажу, почему это еще происходит. Вот, собственно говоря, и все. Сразу же отрисуем радиус, его нужно будет прорезать. Еще один очень важный момент. До того, как я прорежу вот этот радиус, мне необходимо просверлить в центральное отверстие для крепежа, потому что потом это будет сделать уже затруднительно. Для удобства пиления я сделал что-то вроде финагеля. Что такое финагель, я открыл для себя в одном из своих предыдущих видосов. В общем, это две жесткие фанерные полосы с небольшим зазором. Здесь и будет проходить пилка лобзика. На лобзике я использую пилку по металлу с выключенным маятником. Рез получается очень ровным и аккуратным, но тем не менее все равно присутствует заусенец. Края лучше предусмотрительно зачистить, потому что в дальнейшей работе у меня будет куча шансов порезать руки. На этом этапе очень важно не промахнуться с нахлёстом краев. На стыке в любом случае будет щель, и очень важно, чтобы нахлёст происходил по направлению потока. И, как вы уже поняли, это направление может отличаться у разных моделей. Я подгоняю диаметр основания конуса по сантиметровой сетке на столе. Лишний сектор круга можно спокойно отрезать, потому что в дальнейшем он будет только мешаться. Теперь осталось скрепить края, чтобы получился конус. Их можно сварить или даже склеить. Сваривать листовую оцинковку – ну такое. А клея подходящего у меня нет. Здесь самый оптимальный и доступный вариант – это воспользоваться заклёпками. Для удобства я работаю на слегка скруглённом торце бруска. Сверлю 4-х миллиметровые отверстия для соответствующих заклёпок. Сперва устанавливаю всего одну заклёпку, чтобы можно было уже убрать прищепку. На её месте тоже должно быть отверстие. Я пользуюсь заклёпочником бренда Rage by Vira. Это очень надёжный инструмент, который работает без осечек. Но сегодня я хочу попробовать кое-что ещё. Полагаю, как работать с классическим заклёпочником, все и так знают, и им никого не удивишь. Но сегодня я хочу попробовать нечто новое. Это насадка на шуруповёрт заклёпочника Rage. И все оставшиеся мои заклёпки я сделаю с помощью этого инструмента. В общем, я первый раз пользуюсь этим инструментом, поэтому изучил инструкцию на упаковке, и теперь могу рассказать, что тут к чему. Во-первых, сама насадка. Из интересного. Здесь есть наконечники всех популярных размеров. Это ключ для обслуживания инструмента. Тоже в комплекте. Он помогает нам снять этот основной наконечник. И здесь у нас из интересного. Это вот эти вот три кулачка. Они же три губки. Первое, что бросается в глаза, это то, что их три. В бюджетных аналогах их, как правило, две. И вот эти вот губки, как заверяет производитель, выполнены из калёной стали. И так как это у нас основной инструмент, который взаимодействует с заклёпками, то в долговечности данного устройства можно не сомневаться. Сам корпус выполнен из нейлона. Это означает, что он будет ударопрочным и будет устойчив к активным химическим веществам. Кстати говоря, вот об этом заклёпочнике. Это тоже Rage. Давайте посмотрим, что у него внутри. Здесь находятся тоже вот такие же три губки из калёной стали. И вообще вот в этом инструменте меня впечатлила толщина металла. И ручка сама тоже. Я думаю, что это неубиваемая вещь. Давайте сразу попробуем надеть её на шуруповёрт. Мы всё подготовили к работе. И сейчас я продолжу устанавливать заклёпки в своё изделие. Технология здесь очень простая. На реверсе выкручиваем шуруповёрт до щелчка. И он заряжен. Можно надевать на кончик заклёпки. Вращаем по часовой стрелке. И крепёж установлен. При новой перезарядке использованный стержень выпадает. Работает очень быстро, без усилий и без удара. Ну что, по итогу работы могу сказать, что оба этих инструмента найдут свое место в мастерской. В принципе, они полностью взаимозаменяемы и выполняют одну и ту же работу. И можно иметь любой из них. Единственное, при выборе стоит учитывать, что при работе совершенно любым ручным заклепочником приходится прикладывать довольно большое усилие при вытягивании шпильки и заклепке. И если работы у вас очень много, то к концу дня можно, в принципе, и мозоли себе натереть. В этом смысле насадка выигрывает, потому что она позволяет без усилий с помощью шуруповерта вытаскивать шпильку. И если работы очень много, то он действительно ускорит процесс. Вытаскивая шпильку, сразу же отпустил хвостик, он его выплюнул и сразу готов к работе. На самом деле очень быстро. Из минусов можно, наверное, отметить то, что им нельзя работать одной рукой. Есть, конечно, вот такой ключ, который надевается сюда для удобства. Я работал от руки, я просто держал за насадку, но, тем не менее, используются две руки в процессе. Это может быть в некоторых местах неудобно. Вот этот инструмент позволяет работать одной рукой. Еще насадка на шуруповерте позволяет работать без отдачи. То есть, когда мы срываем шпильку с заклепки, обычно происходит в момент срыва удар, и все вот ручные заклепочники этим страдают. Это тоже может быть в каких-то местах неприемлемо. Шуруповерт работает гораздо более деликатно. Поэтому выбор за вами. Оба инструмента классные, рабочие, и я буду пользоваться в дальнейшем ими. Да и вообще, в принципе, без этих инструментов сегодняшний ролик бы не получился. А вот почему я увеличил радиус выкройки, тем самым увеличив немножко высоту. Этот сантиметр я отнимаю у конуса путем его расплющивания, чтобы получилась площадка для установки крепежа. Итак, прежде чем проверять мой самодельный конус, я решил провести небольшой эксперимент. Я наградил здесь вот такую временную конструкцию, она будет существовать внутри вытяжки. И сверху я установлю телефон. Я включаю видеозапись на телефоне, снимать буду с широкоугольной камерой. Сейчас можно будет смотреть на все это безобразие с двух сторон. Ну попробуем. Сейчас добавим туда еще стружки. Так. Как видите, я только что установил вытяжку, и весь мешок уже изнутри покрылся пылью. То есть это занимает совсем немного времени. А вот мой телефон, который пробыл в мешке не больше минуты. И он весь покрылся пылью сверху. Причем сверху. Вот так вот выглядит верх телефона. Мне уже пора смонтировать конус на вытяжку, но для этого нужно сделать перемычку, на которой он будет висеть. Из подходящих материалов я нашел только роликовую направляющую. Это будет не очень эстетично, но она имеет профиль швеллера, поэтому конструкция будет очень жесткой. Субтитры сделал DimaTorzok Пойду добавлю стружки. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Проверяем. Я еще не посмотрел, что произошло на камере, но уже вижу, что здесь гораздо чище. Я думаю, вы тоже это видели. Мешок остался чистым, с него не сыпется пыль, как видите. И на моем телефоне легкий налет пыльцы. И даже в экране все четко видно. Я думаю, проведенный мной эксперимент наглядно показывает разницу в работе стружкоотсоса. Обращаю внимание, что в обоих случаях в начале эксперимента я тщательно вытряхивал мешок от пыли. Друзья, хочу выразить огромное спасибо всем моим подписчикам на Boosty. Несмотря на то, что я не взываю о помощи и не принуждаю подписываться на этот сервис, вас становится все больше и больше. И это не может не радовать. Спасибо вам огромное. Только благодаря вам канал уверенно движется к поставленным целям. Отдельное спасибо ArtYutia, Mazutu, Владимиру Калачеву, Максиму Чкалову и Павлу Кудрявцеву. Друзья, я очень надеюсь, что сегодняшнее видео было полезным и интересным для вас. И если это так, то буду признателен, если найдете способ мне об этом сообщить. А на этом у меня сегодня все. Впереди нас ждет очень много интересного. И всем пока! Формулы, физика. Давным-давно без его видосов все сделал. Отлично работает. Прекрасно работает. Долбит нормально. Ой, то есть работает классно. Потом это очень правильно.